Чем они потом гробов сдерживают? Они не забирают тела. Я это знаю от некоторых семей, у которых погибли люди, родственники. И они там в рефрижераторах хранятся, их никто не берёт. Украинцы жалуются, что тела России не забирают. Там огромное количество тела уже скопилось, уже класть некогда, уже холодильник установки не хватает. А что говорят ваши источники информации? Что сообщают семьям? Что без вести пропал? А ничего не сообщают. Просто ничего. Вообще ничего не сообщают. Вообще ничего. Да, вот у меня там одна семья известная. Но, может быть, скорее всего, вы узнаете этого человека. Он работал там на ответственной должности. Я думаю, что вы его знаете. У него он долго сына своего не пускал никак. Но сына всё-таки там он какой-то занимал должность при Министерстве обороны. Его всё-таки послали. И он там на поле боя истёк крови, погиб. Хотя там 8 часов звонил отцу. Просил, чтобы он организовал его эвакуацию с поля боя. Кому он там нужен? Истёк и погиб. Так вот, официально отец... Ну, меня попросил отец, позвонил, говорит, Ген, ты можешь нам помочь? Вот так и так. Ну, я его связал там с украинцами, какие вот занимаются этим розыском погибших, дают данные. Они ему дали сведения о том, что сын погиб. И вот он, по-моему, полтора или два месяца вообще никаких данных не получал от Министерства обороны. Хотя он уже узнал, что сын погиб. Но понятно, что он надеялся, а вдруг ошибка, а вдруг что-то такое. И два месяца ему рыжим и Министерство обороны ничего вообще не говорили. И таких людей полно. И вот когда он там разговаривал с украинцем, который там занимается этим делом, они сказали, что тут вообще кошмарное количество трупов, ну, тела, скажем, давайте так, корректно скажем, тел российских военных, которые вообще не востребованы Россией. Мы им говорим, забирайте, а они не забирают. И вот месяцы тянут, ничего не сообщая о гибели родных и близких. Это такая практика там сейчас широко распространённая. Но я сказал, что он 8 часов был на связи с отцом. У него работал мобильный телефон там с полпятого до 11 ночи. Ну, до 11 вечера. Никто его не забрал. Хотя у него был телефон, отец слышал, что там ни боя, ни криков, ни шума, ни бомбёжек, ничего. То есть он просто тихо лежал на поле боя с перебитыми ногами. И, в общем-то, погиб, видимо, от потери крови, от шока, от травм, не знаю от чего. Короче говоря, вот такое отношение всё там к Ленинграду. А вот скажите, пожалуйста, Геннадий Владимирович, а вот этот ваш знакомый, он теперь в карту. Я вам уверяю вас. Я потом за кадром скажу, кто это. Нет, вот этот человек, он как теперь будет воспринимать гибель сына? Он себя корит за то... Нет, он противник войны. Он, в наших взглядах, в наших убеждениях, но у сына была безвыходная ситуация. Он там какой-то обслуживающий... Он занимал должность руководящего обслуживающего Министерства обороны и структуры. Его заставляли много-много раз поехать в командировку, чтобы какие-то вопросы там решать на месте. Он постоянно отказывался. И когда уж его, так сказать, прижали там, как говорится, либо туда, либо сюда... Он не военный, он занимался какими-то обеспечительными мерами. И он поехал туда, там была серьезная перестрелка какая-то началась, он попал под раздачу, как говорится. Ему уже там приличное количество лет, он не пехотинец совершенно. И он жалеет, этот человек, которого вы тоже знаете, я потом скажу. Он жалеет, говорит, я, Ген, до сих пор жалею. У меня была мысль, вот я прям думал, что я сейчас возьму пистолет на городной, и я прострелю сыну ногу, ну, где-нибудь там в не очень опасном месте, чтобы он просто туда не ехал. И я, говорит, корю себя до сих пор, что я не решился это сделать. Хотя у меня было из чего. Вот, ну, вот можно представить, на какие отчаянные шаги был готов отец, но он не решился, ну, все-таки понятно, ну, не знаю, действительно, тут очень тяжелый выбор, да. Ну, это случаи типичные, их очень много таких случаев. Российская армия всегда воюет числом, а не умением. Путину наплевать на количество жертв. Он сейчас бросает в топку пушечное мясо для того, чтобы получить отсрочку во времени военного поражения. Только ли отсрочку? Он ведь заодно, народ пытается кровью повязать. Раньше воевали профессионалы, а сейчас простые люди. Да, я понимаю, я понимаю. Но многие простые люди еще не понимают ужасового положения, что они, если туда выезжают, в Украину, с оружием в руках, они уже становятся военным преступникам. Не все еще понимают это. И я, конечно, обращаюсь с помощью вот этого эфира к тем, кто понимает, что такое война, что это военное преступление, что это геноцид, что это убийство. Надо прятать детей, надо делать все, чтобы они не шли. Ну, и потом я боюсь, вот это не моя мысль, об этом очень так ярко написал несколько дней назад известный политолог Абаз Галямов, что многие люди, у которых будут гибнуть на этой войне близкие, станут относиться к ним как к героям, потому что это будет способ защитить свою психику. Ну, конечно. Мысли о том, что сын, отец, муж, брат, это, к сожалению, не может длиться долго, относиться как к героям. Путинский режим схлопнется, коллапсирует, начнется разборка в стране, начнется выяснение отношений, начнется масса, так сказать, раздурачивания, раздебиливания населения. И люди осознают весь трагичный ситуаций, когда поймут, что, в общем-то, их дети, мужья, братья и так далее, они погибли, совершая преступления, ради каких-то безумных амбиций, безумных действий вот этого выжившего из ума старика, который вверг страну в страшнейшую войну. Мало того, что она абсолютно безумная по своему замыслу, она еще безумная по жестокости, по звериной вот эту оскалу, по несправедливости, по чудовищной и так далее. То есть, для них это второй будет удар. Вот сейчас они получили первый удар, потеряв родных и близких семей. Но они считают, вы правы, что они там выполняли свой долг и так далее, и тому подобное. А потом наступит переосмысление. Это вот как по Афгану. Ведь мы тоже считали, что там, да, когда-то там многие, что в Афгане, вот они выполняют свой интернациональный долг, они там за кого-то, за чего-то. На самом деле, там развязали страшную гражданскую войну, в которой, если мне там память не изменяет, афганцы оценивают, что погибло не менее двух миллионов человек, афганцы. Вот. И много чего там понаделали, понасовершали. Поэтому вот этот ореол героизма, он быстро слетит. Он так же, как слетел там с участников. Ну, вот тут я с вами не вполне готов согласиться, потому что мне приходилось встречать уже много лет спустя после войны ветеранов с Афганистана, которые по-прежнему свято верят в то, что они выполняли интернациональный долг. Нет, нет, ветераны – это живые. Их дело было правое. А я говорю сейчас не о живых, не о выживших. Они там могут всего что угодно себе придумывать, хотя им придётся ответить. Если, так сказать, участники афганской войны пришли, им были оказаны почты, там, медали, звания и так далее, там, всякие леготы, то эти люди, которые вернутся, они будут призваны к ответу. Это во-первых. А во-вторых, мы сейчас говорим о семьях погибших. Семьи погибших, они получили первый удар в виде смерти родных и близких, а второй удар они получат, не менее тяжёлый. Когда поймут, что эти люди сражались за, по сути дела, реализацию нацистской идеи. Что Украина не до нации, что украинцы не до люди, они не имеют права на свободу, на независимость, и за это погибли их сыновья, братья и так далее и тому подобное. Вот что под вторым ударом будет. Они осознают ужас положения, ужас ситуации, что этого всего можно было избежать, если бы этот, так сказать, сошедший с ума обнулённый из бункера не начал бы кровавой войны на территории чужой страны. Вот что второй удар будет, они получат, когда рухнет путинский режим, а это произойдёт достаточно скоро, на мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что это в воззримом периоде, горизонт событий, я думаю, что не более двух лет. И тогда вот им будет второй удар, что они семьи не героев, а преступников. Вот это будет второй удар. Субтитры сделал DimaTorzok